Общение чиновников с инициативной молодежью города за последние несколько лет реализации проекта «Открытый диалог» уже успело стать хорошей традицией. И это оправдано. Представители вертикали власти знакомят юношей и девушек с главными достижениями, а молодежь, в свою очередь, имеет все шансы присоединиться к реализации отдельных проектов и творческих задумок. Мы должны от власти донести позицию государства, позицию наших городских властей, администрации, то, что намечается в городе, то, что мы делаем, то, что мы хотим, какие у нас пожелания есть для наших молодых людей, чтобы их нацелить на какую-то перспективу, чтобы у них какая-то мотивация появлялась и делать, продолжать наше дело, и делать еще дальше и лучше, чем мы. Тысячелетие областного центра развития велосипедной инфраструктуры «Изменения в образовательной сфере». На более чем два десятка вопросов ответил Вячеслав Дашкевич за полтора часа открытого диалога. И это только часть того, что прозвучало во время большой беседы. Глава администрации заверил, молодежь района активны и инициативны, а потому в дальнейшую работу юноши и девушек будут включать все чаще. Развитие общества сейчас очень стремительно, с интернетом, со всеми этими новыми технологиями, оно развивается значительно быстрее, чем в наши годы молодости. Поэтому их волнуют, может быть, некоторые вопросы, которых мы даже не знаем. Поэтому этот диалог, я считаю, полезным, и он даст плюс и нам, и мы услышим потребности их, расскажем, что мы хотим. Может, они что-то нам посоветуют хорошее. Поэтому я думаю, что это будет очень продуктивно. Прозвучали вопросы и о том, как строить свою успешную карьеру. У меня такой вопрос, что нужно сделать, чтобы стать главой администрацией. Надо, чтобы все было красиво и разумно, уверен Вячеслав Дашкевич. Тогда все будет по плечу.